Еще год тому везка область имела такой выгляд, что выйти вешером на улицу отражался далеко не каждый. Старых домов, у которых никто не живет, было, напевно, больше зазаселенные. Мало того, что они могли в любой момент загореться, у них еще часом нашивали люди без пыленных занятков. Это хорошо, чтобы позносили, а чтобы они ужатники, тут было величие. Давайте обрабатывайте в колхозе эти зерно, зерновые, потому что лес будет расти. Сегодня на месте изнесенных домов сельскохосподаршие палетки. У Калинковицким райвы конками подлечили, коли на таких землях вырошивать культуры, то затраты на наведение парадку окупятся за 2-3 годы. И еще один накерунок протягнения до этой справы самих вязковцев. У Харучицким сельсовете навык распроцовали специальное положение, сгодно с яким наибольшь догледженные домоуладания отримливают статус сядибы узорного парадку. Жихар везки Бобровичи. Василь Харлан каже, что поздняя осень не самый лепший час для оценки зробленного, а вот летом на участку было вельми пригожа. Розы, лилии, тюльпаны. Летом целая красота. Если приехать, посмотреть, как это все удивляется. Супротлеглый приклад – участок, який находится побач с узорной сядибой. Господар тут не живе, але изгоды на знос будинков не дае. Бодай одзинае выистие у таким выпадку – притягнение до администрационной отказности. Земля, в реште, державная, а тому и относится, да и не обходно ответна. По законодательству земля выделяется для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводничества и огородничества, для строительства и обслуживания жилого дома. Если на эти цели выделен земельный участок, значит, он должен для этих целей и использоваться. Если там произрастают сторонники, значит, по законодательству человек не счет ответственности. В связи с недохобом сродков, знести усе нежилые домы пока не махчимо. В среднем Пагомельской области дарыши на каждый такий дом, необходимо затратить до 7 миллионов рублей. Разом с тем, в плане наведения парадки на землю, есть вопросы, которые можно выражать и без значных укладаний. И тут многое залежит от расшучности и настойливости мясовых органов улады. Самая основная проблема и то, над чем нам надо работать, это всех убедить в том, я имею в виду всех землепользователей, поддерживать порядок на своих земельных участках. Там не нужно огромное финансовое средство, там ежедневно нужно поддерживать порядок, и тогда общая картина будет нормальная, приятная глазу.